Он понимает, что силы на футбольном поле у него уже не те, потому что есть игроки моложе него. Потому что вы не видели Месси и Роналду во всех играх. Речь о том, кто способен извлечь лучшее из конкретной ситуации. Намаскарам Садгуру. Вы футбольный болельщик. По вашему мнению, кто лучше, Месси или Роналду? Видите ли, в чем дело? В отдельный день я могу сыграть лучше, чем Месси. Но это не делает меня лучше него, потому что он... Потому что он проделал определенную работу. Он ударит один раз поворотом и промахнется. А я ударю, забью гол и сделаю вывод. Я лучше, чем Месси. Так это не работает. Речь не о том, кто кого лучше. Речь о том, кто способен извлечь лучшее из конкретной ситуации. Поскольку вы говорите про международные матчи, то Месси посчастливилось выйти там победителем. Для всех было очевидно, что он потерял скорость, но он все еще обладает невероятными навыками. Он не может обогнать молодых игроков или также удерживать мяч, но он все еще отличный игрок. Он понимает это. Он не дурак, чтобы пытаться обгонять этих молодых ребят и убивать себя. Он просто делает нужный пас, и это меняет игру. Он умный человек, не так ли? Это очень умный игрок. Он не говорит себе, я должен забить. Он создает условия, чтобы мяч оказался в нужном месте, и затем кто-нибудь забил гол. Он использует свои навыки. Он понимает, что силы на футбольном поле у него уже не те, потому что есть игроки моложе него, которые бегают так, что всегда опережают его на 2-3 шага. В этом-то все и дело. Это все равно, что спросить, что лучше, Расмин или Роса. Потому что вы не видели Месси или Роналду во всех играх. Если посмотреть на их игру в разных клубных матчах, то именно там в основном проявляются их навыки. В международных матчах создается впечатление, что им немного не по себе, потому что рядом с ними нет их соратников по клубу. И международные матчи проходят грубее. Не по правилам. Потому что там царит патриотический настрой. В условиях таких матчей эти прекрасные игроки не могут играть хорошо. Грубияны там играют лучше. Очень хорошие игроки не могут хорошо выступать в международных матчах. В клубных матчах все игроки – профессионалы, которые играют на определенном уровне. Там они будут выделяться. Поэтому оба они прекрасно играли в своих клубах. Иногда, сделав неправильный выбор, перейдя не в тот клуб и так далее, даже великие игроки. Видите, Роналду сидит на скамейке запасных в Манчестер Юнайтед. Потому что помимо футбола, там есть и другие обстоятельства. Роналду играл так хорошо, как мог, но я думаю, что ближе к завершению ему перестало это удаваться, потому что он не смог справиться с ситуациями и реалиями жизни в возрасте 37 лет и понять, каким он должен быть. Я думаю, что Месси отлично справился с проблемой возраста, и это принесло свои плоды. И не все зависит от него. Команда, обстановка, соперники – много всего. Так что, если вы хотите увидеть в финале, кто лучше – Мбаппе или Месси, то Мбаппе намного лучше. Он играет как Пеле, не так ли? Но обстоятельства не сложились. Не сложились. Ему всего 23. Он бегает быстрее, чем кто-либо во всем турнире, но он не смог выиграть. В конце концов, это все, что имеет значение. Вам нужно это понять. То, чем мы занимаемся в жизни, зависит не только от нас. Есть разные обстоятельства. Много раз было так, что вы целились в дерево, но мяч улетал в кусты. Так вы и выигрываете. Такое случается. Вы думаете, что сделали отличный удар, но мяч улетел непонятно куда. Вы ударили плохо, но мяч попал туда, куда нужно. Все эти факторы имеют место. Так что не ищите удачу, пытаясь попасть в деревья. Просто действуйте настолько хорошо, насколько можете. Результат зависит не только от вас. Это касается даже великих чемпионов. Не так ли? В этом нет сомнений. Поэтому неправильно задавать этот вопрос даже самим себе. А я лучше, чем этот парень рядом со мной. Не делайте так. Делайте лучшее, на что вы способны. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.